Отопительный сезон в этом году начался не без проблем. Надо отметить, что компанию «Примтеплоэнергия», которая отвечает за подачу в дома тепла и горячей воды, уже больше месяца сотрясает череда скандалов. Так, бывший руководитель «Примтепла» Алена Григорьева сейчас находится под домашним арестом. Ей грозит срок до четырёх лет за превышение должностных полномочий. Арестованы и все замы Григорьевой. Задолженность потребителей перед компанией на сегодняшний день составляет более 2,5 миллиардов рублей. Как итог, уже в самом начале зимы в северных районах края наблюдаются перебои с топливом. Люди начали замерзать. В славянских квартирах пока тепло. Только вот горячей воды в кранах жителей районного центра с включением отопления так и не появилось. Причиной тому стал комплекс проблем, одна из которых – изношенные тепловые сети. К делу ещё в прошлом году подключилась районная прокуратура. Иск прокуратуры Хасанского района, которая обязывает администрацию славянского городского поселения заменить сети теплоснабжения, рассмотрен был Хасанским судом в 2016 году. И постепенно поселения сети заменяются, но не все. Ремонтные работы производились и в этом году, но опять же не все. Основная причина не то, что администрация не согласна или не желает, а элементарно то, что в бюджете поселения не хватает денежных средств для того, чтобы полностью заменить около 7 километров ветхих сетей теплоснабжения. Тогда бы не было проблем. Износ тепловых сетей на сегодняшний день составляет более 70%. Трубы ремонтируют, но этого недостаточно. Сегодня на теплопроводе существует порыв, который вынуждает давать на котельный высокий уровень подпитки и не позволяет запустить горячую воду в сеть. К тому же и в Славянке наблюдаются трудности с обеспечением поселковой котельной топливом. В настоящий момент нет у нас нормативного запаса топлива на зуток. Поэтому и работаем, как говорится, с колес. Каждый день хватает нам на 5, на больше чем 5 дней у нас еще не было запаса топлива. А учитывая то, что имеется утечка на центральном трубопроводе, у нас за счет этой утечки увеличена подпитка на котельной. То есть нормативная подпитка у нас составляет 20-24 кубов. А сейчас я вам хочу сказать, что в настоящий момент, на сегодняшний день, эта подпитка составляет 60 кубов. То есть фактически для того, чтобы нам с вами выработать тепловую энергию, мы тратим больше мазота, больше топлива, которого и так нам хватает в ограниченное время. 5-6 дней. Такая сверхнормативная подпитка в буквальном смысле убивает оборудование котельной. Закон строг подобным нарушением. Аварию необходимо устранить в кратчайшие сроки. Предписание администрации районная прокуратура уже вынесла. Эта услуга должна оказываться при любых обстоятельствах. И если до 10 декабря 2017 года горячая вода в квартиры не будет подана, нам будет подано исковое заявление, обязывающее, опять же, администрацию славянского поселения организовать подачу горячей воды, а примтеплоэнерго оказать данную услугу. Компания примтеплоэнерго взяла на себя обязательства по устранению аварии на теплопроводе. Ремонт продлится целую неделю. Сроки, они обозначают, это 10 декабря. Но учитывая, что 10 декабря это у нас выходной день, но где-то, если все будет устранено, если все будет по плану, горячее водоснабжение, это мама включена, 11 декабря. То есть, ну, проходит день, чтобы все подрядные организации устроились на техмонтаж, были на готове. Сегодня горячая вода есть только в славянских общежитиях. Но по обещаниям сотрудников администрации, уже после 11 декабря порадоваться горячей воде в Кране смогут и все остальные жители поселка. Юлия Ульянова, Олег Кудинов, Новости Славянки.